Первые серьезные снегопады каждый год пугают автолюбителей, особенно тех, кто не успел переобуться. Как же коммунальные службы будут справляться с погодными капризами и каких правил стоит придерживаться на заснеженных дорогах? За один день, по оценкам специалистов, выпала двухнедельная норма осадков. На борьбу со стихией накануне бросили всю снегоуборочную технику города. Тракторы расчищают проезжую часть и тротуары. 20 комбинированных машин обрабатывают центральные улицы песко-соляной смесью. Самая главная угроза – это образование гололеда, конечно. Поэтому мы уже с ночи, с двух часов и до 11 утра ребята просыпали все дороги противогололедными материалами. Сейчас буквально в два часа выехала колонна, чтобы успеть обработать дороги дополнительно смесью до основного потока машин. В пиковые утренние и вечерние часы спецтехника не работает, чтобы не создавать еще больших заторов. А вот автомобилисты, которые жалуются на недобросовестную работу коммунальщиков, сами чинят припоны для уборки снега. Припаркованные на обочине авто сильно мешают грейдерам. Свои рекомендации к водителям есть и у ГИБДД. Дорожные полицейские советуют воздержаться от поездок на личном транспорте или же быть максимально внимательными на дорогах. Водителям также следует учитывать погодные и метеорологические условия при выборе скоростного режима. Воздержаться от резких перестроений и торможений. Для исключения случаев наезда на пешеходов следует снижать скорость движения автомобилей вблизи пешеходных переходов, образовательных и лечебных организаций, основных общественных транспортов. В первую очередь спецтехника расчистит центральные проспекты, маршруты движения общественного транспорта. Благодаря навигационной системе ГЛОНАСС диспетчер может оперативно управлять передвижением техники. Работать планируют в усиленном режиме. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.